Хочу углубляться сильно во все эти течения. Если бы у нас была история христианства, мы бы более подробно это разобрали. Но вот манихейцы Мани жил с 216 по 276 год, можете записать. Кому-либо пытаться, да, в Месопотамии. Я говорил, что есть добрый бог, он говорил, и есть злой бог. И эти оба бога равны. Ну, потом альбегойцы в некотором роде тоже принимали его учения и другие христианские группы. И монтанизм. Монтанизм в Афридии в 155 году. Монтан, не знаю, Ив-Монтан или не Ив. Но этот Монтан, он больше говорил, что должна церковь руководиться не людьми, а Духом Святым. Ну, я согласен, что церковь должна руководиться Духом Святым. Но если каждый член церкви будет говорить, что пастор, пастор, а мне Дух сказал, что нужно делать так-то и так-то. Далеко ли церковь уйдет? Ну, и в конце своей жизни вообще он сам себя объявил параклетосом. Этот самый Монтан. Монархианство. Монархианство. Да, значит, это попытки рассматривать Бога как три отдельные личности. Как три отдельные личности. И отрицали божественную сущность Христа. И с точки зрения их, значит, Сын был усыновлен. Усыновлен Богом. Поэтому они стали еще называть себя адопцианами. Слово адопция. Усыновлять. А другая группа сказала, что Иисус был человек, но он получил силу. Динамист, да? Поэтому они стали называться динамистами. Различные группы. Савеляны. Помните, я уже говорил, что Савелий, он учил, что существует только один Бог. То есть, поэтому единственники. И Бог первоначально явился как отец в ветхозаветные времена. Во времена Иисуса он явился как Сын, а потом как Дух Святой после воскресения Христа. И то есть, один Бог и три Богоявления. Можете так описать, да? Они называются единственники. И вот потомками савелянов, савелянцев, это последователи Давида Уршана, который приехал в 1914 году, когда началась Первая мировая война, да? И в Сирии там были турки, а турки начали выселять всех людей подозрительных, и не той веры, и так далее. И он переехал в Петербург. И у нас тоже в Одесской области возникли вот такие последователи, и они есть до сих пор. Говорят, только один Бог, да? Только Иисус. Вот. Единственники, не креститься в Троицу, потому что Троицы не существует. Это один Бог. Он был как Отец, потом он был как Иисус, а сейчас он как Дух Святой. Вот такая ситуация. Хорошо. Были различные школы, я не буду сейчас углубляться. Можете записать, вот так сказать, итоги пути. 130-й год. 130-й год. Уже отсутствие апостольского движения служения. Пророческое служение угошается. Рукоположение становится ритуальным действием. 130-й год. Отсутствие апостольского движения. Считаю, что уже апостолы только те, которые были тогда. И Дух Святой действовал во времена апостолу. А потом он прекратил действовать. Потом уже сказано, и дары прекратятся, и пророчества уболкнут. Слышали, может, такое учение? Да. Вот тогда он действовал, Дух Святой, а сейчас уже ничего. А значит, пророческое служение угошается, и рукоположение становится ритуальным действием. 150-й год нашей эры. Уже начинается гонение на тех, у кого проявляются дары Святого Духа. 150-й год. Раз они уже не верят. Это наша эра святая. 150-й год. Раз они уже не верят, то, что Дух Святой действует, значит, у кого Дух Святой, то те бесы. Надо их знать. Начинается гонение на тех, у кого проявляются дары Святого Духа. И понятия крещения Духом Святым уже отсутствуют. 160-й год. Да, 160-й год. Люди не обращаются к Духу Святому за направлением. Перестает быть нужда в святой жизни. Теряется чистота лидерства. Появляется борьба за монополию, монархизм. И уже епископы становятся духовными авторитетами. То есть, если раньше епископы, слово Пресвитер, епископы, знаете, это синонимы. То теперь епископы, они становятся как бы духовным авторитетом. Что сказал Папа, что сказал. Верховный епископ назывался Папа. Папа 4 было первоначально, потом они постепенно друг друга съедали, съедали. Стался один Папа. И вот эти духовные руководители, что они скажут, то истинно. Итак, 160-й год. Перестает быть нужда в святой жизни. Теряется чистота лидерства. Борьба за монополию, монархизм. И стали смотреть на Рим как источник для всей церкви и духовный авторитет. 180-й год. Церковь потеряла автономность. Рим становится центром духовного направления. Главным является внешняя форма служения. 180-й год. 180-й год. 185-й год. 185-й год. Первое историческое упоминание о погружении или крещении младенца. 185-й год. То есть считая, что крещение... Появилось такое понятие первородный грех. Это не библейское понятие. Где вы найдете слово первородный грех? В Библии. Нет. Это так вот, как если по-еврейски понимать, появилась яцерра, да? И появился право выбора между яцерхатом, то есть стремлением к хорошему, и яцерхара. Но яцерхара преобладает. Потому что вниз идти легче, чем наверх. Правда? Но если говорить о первородном грехе, то получился какой-то грех, который вошел во всех потомков Авраама, этого, Адама, да? И ребенок рождается неправедником, а каким? Грешником. Единственный способ спасти ребенка, тут же его покрестить. Если я крестил, значит, ребенок перестает быть грешником и становится праведником. То есть абсолютно абсурдная, небиблейская идея, да? Из-за того, что неправильное выражение, понимаете, первородный грех. Первородный грех – это потому что первый грех Адама, да? И мы имеем греховную, действительно, природу в том, что мы имеем возможность выбора – грешить или не грешить. И больше склонны к какому выбору? Грешить, да? Но, да, это греховная природа. Но ребенок рождается грешником? Нет. Он же еще ничего не сделал. Наказать можно только за то, что кто-то сделал. Правда? Значит, что получается? Значит, ребенка надо покрестить, чтобы он не был грешником. Понимаете? Значит, две предпосылки. Ребенок идет в ад. И единственная возможность спасти ребенка, вторая предпосылка – это крестить его. И оба эти предпосылки не библейские. Я еще раз говорю. Первородный грех можно понимать как появление, да, возможности выбора. Истребление, действительно, человека к греку. Но не так, что первородный грех, значит, он рождается уже, да. Раз родный грех, значит, он рождается грешником. Итак, 185 год. 200 году. Да, 200-м году утверждение внешней формы служения. Крещением пренебрегает, как погружением. 200-й год. Значит, уже внешняя форма служения преобладает, да. 200-й год внешняя форма служения. И крещением, как погружением, пренебрегает. Ну, не всегда была возможность погрузить человека, да. Поэтому что делали? Смазывали елеем. Кого-нибудь из вас крестили в таком сознательном возрасте? Нет? А, вот. Что вам делали? Расскажите. Обливали, но не погружали, да? А потом что брали? Ухо там или нос, что там брали? Мазали, да? Руку, да? Мазали. То есть, а кого мазали? Уши мазали, руки. Кому? Да, кому мазали? При посвящении священников, да? Это тоже еврейская традиция. Но она ничего общего с водным вооружением, с крещением не имеет. Ну, вот, крещение заменили вот такой традицией. Хорошо, это было в 200-м году. Значит, в 210-м году уже окончательно разделили на клир и мирян. То есть, понятие царственное священство потерялось. 210-й год, только клир, это определенные люди, да? Вот. Там, святой отец. А я не знаю, святой он и не святой. Может, он не рожденный священ, да? Или там, преподобный. Ну, и кому он преподобный? Кому он преподобный? Я не понимаю, кому он преподобный. Понимаете, вот такое выражение. Ну, вы слышали, да? Вот. То есть, вот такие странные вещи происходят в церкви. В 225-м году церковь уже перестала учить из Слова Божьего. В 225-й год церковь перестала учить из Слова Божьего. В основном были неграмотные, да? Слова Божьего как такого не было. И уже сами священники многие были неграмотные. Он выучил там часословый или там свой молитвенник, да? Ну, что такое вот эти часословые и так далее? Это молитвенники Сидуры православные, да? Он не знает ни Тору, ни Талмуда, он ничего не знает. Он только Сидур свой выучил, вот он по нему и проводит. И все. Это уже 225-й год. В 240-й год церковь становится мирской. Святость и очищение стали недоступны людям. И начали искать, как обойти эту трагедию. И появились монастыри. Простые люди уже не могут быть святыми, да? Но можно каким-то образом. Один там стоял на столбе 20 лет. Его черви грызли. Если какой-то червь выпадал из раны, он брал этого червя и вкладывал в рану, чтобы бедный червячок не умер. Да? Были такие вот деятели. Это уже после 240-го года. И уже 300-й год, наконец, да? Идея опоры на собственные силы. И происходит одна из величайших трагедий. Римский император Константин в 313 году приходит к власти. В то время был разделен Римская империя была разделена на 4 провинции. Были 2 кесаря и 4 императора. Кесаря восточный, западный, да? И, получается, 4 императора. То есть император, это немножко отличался от кесаря. Император кто тогда был? Верховный главокомандующий, да? А так как в императорской Японии, сегун, например, отличался от императора. Но зачастую сегуны имели больше власть, чем императоры. Кто-нибудь историю Японии знает? Ну, в Римской империи было тоже примерно. И вот одним из таких императоров был отец Константина. Это был талантливый начальник, в общем. Но в молодости он тайным браком обвенчался с Еленой, которая была матерью Константина. Она была простая женщина и содержала трактир и постоялый двор. И где-то до 12-13 лет он рос, как сказать, Константин, ну, как бастард, да? И тут отец Константина становится императором. И его нужно было избавиться от порочащих связей. Избавиться от порочащих связей. Значит, он разводится с Еленой, забирает Константина, отдает в высшее военное училище. Как римские дворяне называются? Вы слышали? Патрица и высшее сословие, да? И еще какое сословие? Плебеи. А еще какое сословие? Всадники. Всадник, да? Кабаль, лошадь. Кабальера. Или по-французски как? Шевалье, да? Шевалье. Вот из этой, вот из этой, выключи телефон. Из этой социальной группы, и был император Константина. И когда отец его погибает, и начинается борьба между вот этими четырьмя императорами. В результате два устраняется, вот, и остается самый сильный. Максентик. Максентик ко всему, к тому еще занимался магией. И император Константина страшно его боялся. И когда настала решающая битва, он стал думать, какой бог может помочь ему. И ему было видение, да? В виде креста на небе, вот тут. И написано, этим победишь. Ну, у меня тут слабо отпечатано. Потом вы можете посмотреть. Этим победишь. В 313-м годе он приходит к власти. 313-й год. Но не сразу он устанавливает христианство, как лавенствующую религию. Значит, с 313-го года Константин провозглашает так называемый Миланский эдикт. Это веротерпивость как язычеству, так и христианству. Затем, в 325-м году, эту дату вы должны обязательно запомнить и записать. Это для евреев очень важная дата. Это первый Никейский собор. 325-й год. Первый Никейский собор. Константин до того, как стал христианином, а я думаю, что настоящим рожденным свыше христианином он так никогда и не стал. Он поклонялся Богу Солнца. В это время, вы помните, в 12-13-летнем возрасте он был забран в военное училище. И в то время был распространенный культ Бога Солнца, который называли Митра. В частности, в этом культе, например, крещение производилось таким образом. Если, может быть, кто смотрел фильм «Рим» или там про Юлия Цезарева, это я не помню. Там показывалось. Ставится помост, а новообращенность стоит под подмостом или в вырытой яме под подмостом. Подмост сделан так, что доски имеют щели, сверху бык наневает на него венок, воздаются это в быку почечки, потом быка режут. И кровь полностью омывает вот того, кто стоит внизу. Однажды кто-то сказал омыться кровью Христа, понимаете, очиститься кровью Христа, я согласен. А мне как-то вот это язычество, от которого оно вошло, даже в христианские некоторые вещи, понимаете. и символом, которому постоянно могли молиться, становится меч. Если нужно было помолиться и совершить зеркоприношение, а какой римский меч был? Крест, в виде креста, да? И бога Митри, вот тот, как мы говорим, как вот немецкий крест, видели такое? Вот этот крест, это был крест, которому поклонялся император Константин. Митра был солнечный бог, поэтому он ассоциировал Иисуса, он просто переместил свое мнение, вместо Митры поставил Иисуса, вы понимаете. Солнечный бог, это бог солнца, и ему был день поклонения, какой? Санды, да? Это воскресенье. Поэтому он против еврейской традиции, да? Он страшный антисемист, и делает днем поклонения, какой день? День воскресенья. Это было по личному желанию императора Константина, не было к этому никаких предпосылок. То, что вам некоторые говорят, там, вот день, первый день недели, они собирались, они на Хавдулу собирались, и так далее. То есть, возможно, христиане Рима или других, где там были язычники, они и собирались в солнечный день. Но Константин это дело узаконивает. Он даже пытался улучшить христианство. Сам себя скромно объявляет понтификс максимус, то есть, первый священник. Мать Константина и Елена совершает первое хатш, так сказать, поклонение, да, паломничество, и находит, как будто бы, крест, где был распят Иисус. 300 лет прошло. Вряд ли, я думаю, что тот крест сохранился. Ну, там, говорят, было несколько крестов, уложили покойника на какой-то крест, и он воскрес, поэтому, говорится, вот что крест животворящий делает. Нашли там какие-то изображения, там, пластиницы, в общем, реликвии набрали, говорят, сейчас, вот это, дерево, креста, столько потом средней века стало, что можно было корабль приготовить, да, а гвоздей от креста несколько тонн было. Я уже не говорю про разных костей и так далее. То есть, вот это поклонение реликвием. Домашняя церковь исчезла, и поклонение Богу проводилось в специально отведенных местах. В базиликах базилики повторяли как бы тронный зал. Иисус – Бог, да, и там, где сидел император, было место поклонения Иисусу – Богу. А вся аудитория сидела в другом месте, да, или стояла. И, кроме того, многие здания переделывались прямо из языческих храмов. И в языческих храмах были изображения, да, помните, я говорил, богини Изиды, которая держала младенца гора. Их не стали переделывать, и это была Дева Мария, которая держит Иисуса. Было изображение богини Астарты. вот в таком виде. Можете увидеть Софию Киевской? Да? Вы понимаете? То есть, вот эти все изображения напрямую делали. Было изображение Аполлона какого-то, ему скрутили голову, поставили изображение императора Константина. Вот такие вещи происходили. И община верующих уже была четко разделена на духовенство и мирян. Ну, церковь, она попала под власть государства и становится государственной структурой. Да, и все это было узаконено в 325 году на Никейском соборе. Никея, это в Малой Азии, 60 километров от Константинополя. Это такая курортная зона, там высокогордое красивое озеро. довольно прохладно во время жары. И поэтому там было удобно созвать собор. Ну, давайте запишем, какие были соборы. Первый собор это Никейский. Ее целью было разрешить арианские разногласия. Второй собор Константинопольский в 328 году. Цель его провозгласить личность Духа Святого и человека воплощения Христа. 328 год. Целью провозгласить личность Духа Святого и человека воплощения Христа. Эфесский собор. 431 год. Задача подчеркнуть единство ипостаси Христа. Христос имеет две природы. Человеческую и божественную природу. Эфесский собор 431 года. 451 Халкидонский собор. Были там еще и другие разбойничьи соборы. Иногда Ариане тоже становились во главе церкви. Такие основные соборы. 4-й Халкидонский собор 451 год. Определить отношения между двумя естествами Христа. То есть как же соотносятся божественное и человеческое. 451 определить соотношения между двумя естествами Христа. 553 год. Константинопольский собор. Борьба с монофизитами. Помните, я вам говорил о них? 553 год. Борьба с монофизитами. 680 год. Тоже Константинопольский собор. Он шестой. по счету получается. Первый Никейский, второй Константинопольский, потом третий Эфесский, четвертый Халкидонский, пятый Константинопольский, еще шестой Константинопольский. Осудить монофилиту. И вот первые из шести соборов обязательные решения для католиков и для православных. А в 787 году опять был Никейский собор в 787 году. Это 7-й собор. И тут уже различие было. Какое? 787 год. Нет, какой собор. Тоже Никейский. 7-й по счету, да? Тоже в Никее. И задача разрешить иконоборческие разногласия. Потому что к тому времени появились иконоборцы, которые говорили, что нужно бороться с иконами. Иконы это идолы. Но было принято решение, что иконам можно поклоняться. Но тут возникли разделения. Каким можно изображением поклоняться? скульптурным и на плоскости, да? Или и тем и другим. Вот католики поклоняются и скульптурам, да? И вот у них есть такая традиция делать разные маленькие скульптурки башков Девы Марии, святых, и так далее. Это происходит от ларов, богов, которым поклонялись древние римляне, домашние боги. Кто фильм смотрел, «Гладиатор», да? увидел, он поклонялся вот таким вот башкам. Видите, это прямое язычество. Православные сказали, что мы не будем язычеством этим заниматься. Будем поклоняться только тем изображениям, которые написаны на плоскости, на холсте, на дереве и так далее. Ну, в общем, я считаю, что и то, и другое неправильно. Я не буду сейчас углубляться во все эти подробности. И вот на седьмом соборе возникла разница. Поэтому решение первых шести соборов обязательны для католиков и православных. Католики собрали еще ряд других соборов. И поэтому православные больше соборов не собирали. Православные вот на этих семи соборах и остановились. Все. Больше соборов православных не было. А у католиков были еще раз две соборы. Хорошо. И были такие деятели, так называемые отцы церкви. Отцы церкви. Но я вам скажу, что эти отцы церкви в основном они были антисемитами. в особенности был такой Иоанн Златовуст. Слышали, может быть? Вот Иоанн Златовуст о евреях так говорил, что это у меня очень напоминает книгу Ярослава Гашика «Солдат Швейк». Рассказан об одном журналисте, который написал статью против Чехов. Говорит, это, наверное, было так, что чешские солдаты повалили этого журналиста и били его ногами, а кто-то записывал все, что он кричал. Вот примерно такая ситуация. Представьте себе, наверное, какие-то евреи, там, десяток миньян возле синагоги накрыли талитом товарища Иоанна Златовуста и долго его пинали ногами. А он кричал «Синагога! Это публичный дом! Синагога! Это то-то-то-то! Эти гады распяли нашего Иисуса! В общем, короче, все вот это вылилось. И таким образом возникла анти-иудейская теология. Значит, вы должны четко знать, что такое анти-иудейская теология. Анти-иудейская теология, она базируется на двух важных моментах. Анти-иудейская теология базируется на двух важных моментах. Первое. Первое. Это воздействие. Поскольку евреи отвергли Иисуса, то Иисус отверг евреев. Правильно это? Нет, абсолютно неправильно. Где мы основание можем видеть? Иеремия 31, 31, да? А также римлянам 9 глава и 11 глава. Это одна из основ наших еврейской мессианской теологии. Изучали еврейскую мессианскую теологию? Но вторая предпосылка, что место евреев теперь заняла что? Церковь. Значит, первая предпосылка, что поскольку евреи отвергли Иисуса, Бог отверг евреев. И вторая предпосылка, что место евреев теперь заняла церковь. Ну, а раз так, то еврей либо может сохраниться как еврей, но не принимать христианство, либо должен отказаться от всего еврейского, да? И стать христианином. И кроме того, Никейский собор, значит, Никейский собор постановил, я еще раз говорю, вот это, в принципе, антиюдейская теология, да? И сделал такой вывод, что либо можно быть евреем, да? Либо можно быть христианином. И до сих пор так вот многие думают. Почему-то еврей может быть кем угодно, даже атеистом, но как только он становится христианином, да? Так, еврей перестает быть евреем. Это настолько ужасно и настолько вошло это в человеческое сознание, что просто невозможно себе это вообразить. Вот писал методические письма Константина этому собору. Всем показалось чрезвычайно недостойным то обстоятельство, что празднование святейшего торжества мы должны поддерживаться обычаем иудеев. Это речь идет о праздновании Пасхи, который, о скверные негодяи, замовав руки своим гнусным преступлением, заслуженно ослеплены в своем уме. Посему Патабайт, отвергнувший практику этого народа, увековечит на все грядущие века празднование этого обычая в более законном порядке. И да не будем иметь ничего общего с наивраждебнейшим иудейским сбродом. Следуя по всему пути, дальше он пишет, единое душное согласие, давайте же избегать этого наигнуснейшего сообщества. Итак, что, кроме того, что принято в иудейской теологии, и сделал вывод, что можно быть только евреем или можно быть только христианином, да? Отменено празднование субботы и перенесено суббота было на воскресенье. Кстати, православные говорят, что они суббота на воскресенье не переносили. Это интересно. А православные просто сделали седневым день недели воскресенье. А у католиков было постановление позднее о переносе дня недели на воскресенье. Кстати, современное католичество отказалось от этой традиции. И они говорят, что мы празднуем субботу, как день Господень, и празднуем воскресенье, как день, когда воскрес и шо. Это, я думаю, правильная позиция, да? Кто так хочет, тот и празднует. Соблюдение и несоблюдение субботы или соблюдение и несоблюдение воскресенья каким-то образом на наше спасение отражается? И второе, что сделали, что перенесли день празднования Пасхи с еврейского календаря на римский календарь. И Пасху празднуют в первое воскресенье после весеннего равноденствия. С одной стороны, стало легче вроде бы Пасху вычислять, да? С другой стороны, православный, видите, православный календарь, он отстает на две недели от католического. Поэтому бывает, что иногда православная и католическая Пасха не совпадают, да? И католическая Пасха бывает иногда совпадает с еврейской. Но, как правило, делают так. Если православная Пасха совпадает с еврейской Пасхой, то переносит Пасху на неделю. И это мне нравится. Потому что сначала я недели кушаю в Мацу, а потом я ем с домниками. Аллилуйя. Хорошо, слава Богу. Да, но для евреев это было страшнейшим ударом, мы видим. Хорошо. Теперь мы немножечко поговорим о варварах. О варварах, да. Видите, к 410 году христианству было обращено 2,5 миллиона человек. И практически в Римской империи не осталось других нехристианских народов, кроме кого? Евреев. Единственный нехристианский народ, который остался в Лимской империи, это были евреи. И что-то с ними надо было делать, да. И тут в это время из Рейна и Дуная вторгаются многочисленные варвары. Они начинают торгаться еще во времена императора Марка Аврелия. Не путайте Марка Антония с Марком Аврелия. Марк Аврелий жил через 200 лет после Марка Антония. И в 170 году происходит решающая битва. Это так называемая Маркоманская война. Маркоманы, не наркоманы, а маркоманы. Какой это был Марк, а его... Они будут маркоманы. Если вы смотрели фильм, да, я еще раз говорю. Вы смотрите исторические фильмы, только делайте свои выводы. Фильм «Гладиатор» вы видели, да. И это была решающая победа Рима. Но, с другой стороны, это была последняя победа. Потому что настоящие императоры уходят в прошлое. И вы уже помните, первый из таких вот солдатских императоров, вот это тот Максимин Фракиец, который в этом фильме, да, изображен. Но в этом фильме он погибает. И благородная личность. Если на сегодня он не был такой благородной личностью. И Максимин Фракиец был первым, кто начинает приглашать себе на службу варвару. Он поселяет варвару вдоль Римской империи, создается такая буферная зона на территории Румынии, на территории Панонии, то есть в Венгрии, западной Украины, в Карпатах. Вот такая интересная буферная зона. И многие из варваров даже становятся генералами. Ну, например, Хильбудий, который, как предполагается, настоящее подлинное имя Хвилибуд, славянское. Да. Становится одним из генералов. Другой Велизарий, Гот. Это уже во времена другого императора, Юстиняна. Мы потом поговорим о Юстиняне чуть позднее. И Готы все больше и больше занимают выкладящие посты в армии. Готы были очень воинственным народом. Какой Готы по этническому признаку народ? Германцы. Родина Готу. Если мы говорим о истории евреев того времени, то Готы, Гунны и Хазары или Караимы. Это такие три народа, которые сыграли решающую роль в этом периоде истории. И Готы жили на их родина Крым. Готы жили на территории современной Украины, Румынии, Западной Украины, Венгрии. И делились на две части. Восточные Готы, Ост-Готы. Они жили в восточной Днестра. Между Днестром и Доном. Восточные, там уже были Аланские времена. Если западу от Днестра и до Дуная, на территории Румынии, Молдавии, на территории Одесской области, жили Вест-Готы. Западные Готы. И позднее эти Готы таки достали Римскую империю. Вест-Готы завоевали Рим, завоевали Испанию, перешли вплоть до Северной Африки. И там были ряд Готских государств. А Ост-Готы, а государства их существуют до сих пор. И называется Остерланд или Острия? Острия. Да. Астрия. Австрия. Вы знаете, что вообще само слово Германия не существует? Вот какая-то страна называет себя Германия? Как Германия себя называет? Дойч-Ланд. Слово Deutsch означает человек. Deutsch, Deutsch, множественное число, да? Deutsch-Готс. Гот означает сильный, Бог тоже синоним, да? Deutsch-Готс означает славные люди. А Словян в это время называют люди-словени. И первым таким человеком, который создаёт империю эту, у вас есть даты жизни его записаны, Герман. Герман, да? Да. И отсюда Гер тоже, это такое двойное имя. Гер-ман. Гер-главный, да? Гер-ман. Главный человек. Это соответствует переводу какому русскому имени? Владимир. Владимир, владеющий мир. Смотрите, Deutsch-Готс. Это что? Славные люди. А как по-славянски будет? Люди-словяне. Словяне в то время жили не только там, где они сейчас живут, но и по всей территории Восточной Германии. Вот та Восточная Германия. Росток. Это означает Росток, да? От слова растекаться. Вот. И так далее. То есть, Восточная Германия. И между германскими племенами западными и между славянами постоянно возникали войны. Сам по себе Герман, он не был Готом. По теперешней, ну, нуменологии, он был, наверное, датчанином или голландцем. Но тогда не было ни датчан, ни голландцев. По своей, так сказать, социальной структуре он был бы викингов. Но тогда викингов тоже еще не было. Викинги через 500 лет появились. Ну, вы можете себе представить, да. Его отец был управляющим Зеландией. Ну, князем, управителем Зеландии. Не Новой Зеландии. Не путайте опять-таки. Зе-Ланд – это что? Морская страна. Это территория, которая находится между Данией и Голландией. Вот там примерно. В этой территории. Да, на Нидерландах. И воевали против племени Сама. Сама – это уже было славянское племя. И в результате сын вот этого правителя попал в плен. Ну, знаете, тогда существовала система заложников. Да? И Герман был таким заложником. И воспитывался у славянского князя, как бы был воспитанником и очень хорошо к нему относился князь. И вот однажды князь пошел к заданию. Ну, вы знаете, как содержались тогда? Налоговой инспекции не было. Кто придумал налоговую инспекцию? Ну, Чингисхан, да? Чингисхан придумал налоговую инспекцию и сделал центр налоговой инспекции. Маскау, да? Маскау – на юридии есть налоговая инспекция. Маска – налог, кав – направление. Да. Вот. Но до этого налоговой инспекции не было. И как князья действовали? Сами, да? Ездили по местам. И вот пока князь поехал там дань собирать, в это время Герман со своими друзьями, дружками, подпалил терем, убил княгиню и поднял восстание. И свалил сюда, на территорию Украины. И тут он встречает трех братьев-разбойников. И женится на их сестре. А сестра и его жена, по легенде, Сван Нильда. А Сван – это что? По-скандинавски? Лебедь. Помните трех разбойников? У которых была сестра, как ее звали? Лебедь или Лыбедь, да? Лыбедь. Да. Вот это. Оказывается, он становится их родственниками. И вот отсюда, а тут вы знаете, что жили Готы, да? Он становится королем Готов, получается, добавляет титул Рейх, Рейх, да? Рейхс. И становится королем. И завоевывает очень большую территорию. И завоевывает очень большую территорию. Значит, он, да, покоряет где-то 17 племен. Вот описание их. Покорил Гольд и Скифов, Голядь, и Таудов, Чудь. Это племя, жившее на землях Новгорода. Дальше. И на Униско, Восинбронко, то есть весь, Меренс, это Мерь или Морийцы, Морденс, это Мордва, это жители Поволжья, да? И Урала, финско-угорской группы. О-о-о. Дальше. Рогов, это остров Руген, славянское название Руян, остров Буян, это восточная Германия. Дальше, карело-финские племена Таузенс, Атаулы, Навега, это Навь, а также финские племена Бубегены и Кольды. Это племена, жившие от Балтики до Аки и Волги. Вот такая Германия. С запада от Голландии, с севера Новгород, восток, Урал и Волга. Теперь, а? Новгород был тогда один, единственный Новгород. Тот Новгород, который находится рядом с Балтийским морем, да? Вот такая территория Германии. Теперь вы понимаете, но это те данные, те данные, о которых не писала наша официальная история. Почему Гитлер хотел создать Готию, государство, Крыму немецкое, и почему Гитлер говорил, что Германия до Урала. Что пытался Гитлер восстановить? Империю. Да, восстановить то, что уже было. Вот. Но это была империя, которая просуществовала ровно столько, сколько жил сам император, да? С востока идут, надвигаются со стороны Казахстана, да? Гунны. Мы поговорим о Гуннах, да? Потом их позднее царь был Атила. И уже будучи 105-летнего возраста, тяжело переживает. Вот Герман случившийся, пытался сесть на коня, падает с апоплексическим ударом и умирает в погодной палатке. Ему наследует Винитарий. Винитарий – это был тот князь, который вы слышали про Бусову горку. Тоже князь-евангелист. Так хорошо Русь евангелизировал, что распял где-то в районе Киева, есть, говорят, Бусово горка. Это приписывает Гермонарику, но это не при Гермонарике было, а при Винитарии. И распял он 60 князей славянских, русских, ну, российских, украинских, как хотите, назовите. С целью евангелизировать. С целью их евангелизировать, чтобы они приняли христианство. Они отказались принять христианство, их распяли. И руководителем их был бус. Вот поэтому в слове о полку Игорю написано, девы готские, да, Бусову славу поют. И в то время готы уже принимают христианство. Я вам говорил, у вас есть даты жизни Ульфила или Вульфила, волк, да, Ульф? У. Да, Ульфила, Вульфила, можно и так, В, У, У, В, да, Ульфила, Вульфила, волчонок означает. Да? Он был рабом в Риме, затем принял христианство и пошел к своему народу принести это христианство. Он переводит Библию на готский язык, однако книги Царств и Паралипоминон он не переводит. Сознательно. Знаете почему? Он говорит, и так готы очень жестокий народ. Если они еще почитают эти книги, да, что там творили, цари как-то завоевывали, под пилы их, ложили под эти всякие, хотя, спорно. Поэтому он самые жестокие книги не перевел. Но вся проблема в том, что готы принимают какую религию? Арианскую. Потому что епископ Арий, да, тоже идет к Готэм, и он проповедует там Готэм. И они с удовольствием принимают христианство. Но они принимают арианское христианство. И можно сказать, что готы становятся свидетельами Иеговы. Если вы посмотрите, да, некоторые журналы типа про буддист, то вы увидите, что там Ягва Иегова написана на готических храмах. Ну, готы когда завоевали, Рим, да, создалась такая архитектура готика, слышали, может быть, да? Это Иегова написано. Да, они действительно писали Иеговы, Ягвы, еврейскими буквами причем написано. Но поклонялись, почему? Потому что они были арианами. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...